Новый день Спешит в рассвет Новый день Подарит тебе Тёплый свет В душе твоей Новый день Пришёл, открывай скорей Атмосферу волшебства Программа «Новый день» создали флористы в студии «Эльпарк». Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня такой вот замечательный день! 26 вторник 26 декабря До Нового года осталось совсем меньше, чем 5 минут Дни пролетают незаметно, мгновенно И, собственно, мы вас поздравляем, что наступило очередное утро, которое нас приблизило к Новому году Это новый день Утренняя, развлекательная, позитивная, ярко-энергичная программа Евгения Калугина И харизматичный Игорь Старовойтов Прямо с утра и такие комплименты Это факт Ну, а мы начинаем наш эфир И к праздникам Сегодня день подарков Замечательный международный праздник О котором мы бы хотели вам заявить Женя, скажи, пожалуйста Как вот ты готовишь подарки? Как готовишь? Что готовишь? Я как хомяк Беру то, что мне нравится в магазине Как хомяк Покупаю и складываю в специальную коробочку Чтобы потом это достать То есть не так, что я там неделю бегаю и ищу подарки Из того, что есть Я вот заранее готовлюсь к этому процессу Что-то понравилось, положила Так это вот сюда Это тому, это той Это вот так вот И сколько у тебя подарков? Ну Ну, примерно Скольким людям ты даришь подарки? Немногим Немногим? Я дарю только самым-самым близким А, это те, кто находится на расстоянии одного метра через зеркало Я про тебя Это в первую очередь Это в первую очередь Вообще Если ты сделал подарочек себе Согласись! Что и другим как-то Большего хочется ты тоже что то отдать Конечно, конечно В мире нужно заниматься отдаванием Чем больше энергии отдал Отдал Тем больше получил Чем больше денег Денежек отдал Чем больше получил подарил, тем больше получил. И, кстати говоря... Что? Кстати говоря, будьте щедрыми на подарки. Будьте щедрыми на подарки. Кстати, сегодня я закрыл зеленой галочкой участие в акции Тайны Санта. Вот так. Вспомнил название Тайны Санта. Сегодня купил подарочек, упаковал, письмецо написал, под елочку поставил. Поэтому кто-то в Актисе получит по заслугам. Мы двигаемся дальше. Следующий праздник у нас будет серьезный. День войсковой противовоздушной обороны вооруженных сил России. Вот так. И немного, кстати, истории. Давай. Давай. В этот день, 98 лет назад, в соответствии с приказом начальника штаба Верховного Главнокомандующего, началось формирование отдельных четырехорудийных легких батарей для стрельбы по воздушным целям. Я не выговорила. Вот это да. Очень серьезный праздник. Но мы двигаемся дальше. Озвучиваю. Праздник голубого снега. Голубой огонек знаю, голубой снег не знаю. Ну, это вот очень прозрачный в горах, возможно, который светится голубизной, свежестью и с запахом нарзана. Не знаю, почему нарзана. А я знаю, что есть розовый снег в горах. И за вот этот вот цвет отвечает водоросль, которая любит размножаться и вообще прекрасно себя чувствует именно в холодных температурах. И вот окрашивать снег в горах в розовый цвет красивый. Ну, а тут, видимо, вот специальная голубая водоросль. Вот такая. Как говорится, красный, синий, голубой выбирай себе любой. Какая разница, какого цвета снег? Главное, что из него можно слепить бабу. Следующий праздник у нас день охоты на сны. Охочешься на сны? Охочешься. Охочешься на сны? Я хочу охочиться на сны. Я вот постоянно этим занимаюсь. Ну, расскажи, ты скажи еще, что ты занимаешься осознанными снами. Это секрет. Это секрет. Но могу. Можешь? Могу. Расскажи маленечко про осознанные сны. Ой, не, я не хочу об этом рассказывать. Это очень долго. Я правильно понимаю, что осознанный сон, это когда ты просыпаешься и делаешь все, что угодно. Верно? Включаешь картинку, выключаешь картинку, перемещаешься. А, ты имеешь в виду во сне? Ну да, во сне. Да, ты можешь делать все, что ты хочешь. И очень интересный момент, что когда у тебя происходит осознанный сон, ты как бы и там во сне герой всего этого действия. И ты еще немножко осознаешь реальность. То есть слышишь звуки, чувствуешь запахи, те, которые в реальности происходят. Такое какое-то интересное очень состояние. В общем, это, видимо, целую передачу нужно посвятить осознанным снам от Евгении Калубиной. Или рубрику завести. Или рубрику завести. Ну, вообще, сны, да, они у меня такие хорошие, яркие, интересные, что я иногда даже была это паста, вы куда-нибудь из-за того, что очень хочется досмотреть, чем все закончится. Да, такая же история. Я иногда просыпаюсь, засыпаю, чтобы досмотреть финал. А когда вот просыпаешься не вовремя, начинаешь ныть. Кстати, сегодня день нытик. Это мой день, я буду отмечать. И в последнее время я прямо умею, люблю, практикую. Ну, зачем сдерживаться? Нужно вот весь негатив выплеснуть. Да, хочется поныть, надо поныть. Ну, день поныли, два поныли, а потом уже заканчивать это безобразие. Собрали себя в кулак и двинули вперед. То есть назначили себе дату. Вот тут я заканчиваю ныть. И я вот, допустим, заканчиваю ныть завтра, по-моему. Завтра. Да. А вообще это происходит из-за того, что человек просто устал. Ну, серьезно. Просто чаще нужно отдыхать. Ты слишком часто едешь в город Иркутск на репетиции театрального мастерства. Вот так вот. Да. Ну, а мы... Ладно. Мы от этой темы перейдем к народному календарю. В народном календаре Евстрофьев день. В народе верили, что в этот день ведьмы собираются на посиделки. Возможно, у одноменного Евстрофья дома. Он чай с клюквой и с какими-то вкусняшками. И ведьмы такие у-ху! В общем, посвистели и полетели по делам. Ну, я перейду к персонам дня. Вот так же бодренько, как ты. 26 декабря 1861 года родилась российский модельер, художник театрального костюма Надежда Ломанова. Ее технологию, кстати, мастера швейного производства и по сей день изучают. Известный государственный политический деятель 20 века. Я эту фразу сказал уже несколько раз, но смысл в том, что зовут его Мао Цзэдун. Он родился в 1893 году. 26 декабря. Да. Вообще, когда произносишь Мао Цзэдун, смеяться нельзя. Тут нужно на вытяжку сидеть вот так вот. Мао Цзэдун. Именно так я и продолжу озвучивать следующий, следующего именинника сегодняшнего дня. Наш с тобой современник и наш с вами современник. Российский актер театра и кино. Певец, телеведущий, народный артист России, обладатель самых экстравагантных шляп. Михаил Боярский сегодня именинник. Не правда ли Каналя, да? Конечно. Тысяча чертей. Кстати, у него еще бело-синий шарфик. Все время. Да, ну это да. Он же болельщик. По традиции мы присоединяемся к поздравлениям и желаем всем тем, кто родился 26 декабря, здоровья, блага, любви, энергии. А я хочу сказать, что вы очень замечательные люди. Я просто тоже козерог. И могу сказать с уверенностью, конечно. Что вы просто супер. Русская народная мудрость гласит, плохой человек день козерога не рождается. Пришло время самой любимой части программы. Это гость в студии. Не только любимой, но и красивой. И у нас в гостях целых два творческих человека. Один творит красоту, а другой ее принимает. И это Надежда Дьяконова, знаток красоты, создатель красоты и, собственно, ее модель, моделька, дракончик, дракоша Сандра. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Такие красивые, такие яркие. Где такую помаду достали, непонятно. На Вайлдбрис такую не выпишешь, там уже все закончилось. Мы сами сделали. Серьезно? Да. И сегодня я как раз презентую лайфхак, как же можно из любой красной помады сделать вот такое вот феерие. Хочу, хочу, хочу. И все в доступном варианте, все легко, понятно, что каждая может этим воспользовать. Маленькие секретики от ведьмы. Да, можно и так сказать. Начнем с помады или начнем с дракоши? С дракоши. Ну, мы, конечно же, начнем, наверное, с дракоши. Так. Перейдем к помаде. Ну что, я сегодня подготовила такой стилистический, стилизованный образ дракона, где у нас макияж, укладка и даже элементы одежды все сочетается с символом предстоящего года. Итак, я оставила маленька воздуха для творчества, чтобы в прямом эфире показать, как, собственно, я создаю данные шедевры. и я готова приступить. Вы готовы? Мы готовы, конечно. Расскажите, что это за штука. Да. Штука в руках. называется аэрограф. Так. То есть он подает воздух под давлением и краска вылетает очень мелкодисперсная, что позволяет нанести тонкий слой и стойкость макияжа таким образом увеличивается, но и именно качество техника работы максимально чистое. Через этот же аэрограф, в принципе, и разрисовывать стены, автомобили, холодильники и так далее. У нас маленький вариант. Я понял. Надежда, правильно ли я понимаю, если корпоратив в воскресенье, то, в общем-то, можно прийти в 4 часа ночи, упасть в подушку вот так лицом, в 7 часов утра встать и пойти на работу не краситься. Да, все верно. Можно приходить в четверг, я сделаю макияж, и в воскресенье как раз погуляете. И все эти дни спать лицом в подушке. Да, да, да. Ну, или после данного макияжа можно еще 3 дня спокойно ходить. Но, если что, я вам этого не говорила. Хорошо, хорошо. Красим, красим. Давайте приступаем. Итак, я подготовила трафарет, который у нас имитирует чешую кожи. Он такой от рептилоидов, я бы сказала. У нас рабочая краска на водной основе. Мы сейчас будем аккуратненько в аэрограф заливать. У нас здесь уже красивый такой сложный макияж. И буду делать носик еще, как у дракончика, и маленько орнадо. Прикладываю плотненько и начинаю распылять краску. Давайте пока поворачиваемся, смотрим, что у нас получается. И уже по стилистике буду сейчас дорисовывать, вырисовывать тот фрагмент, который мне необходим. Вообще, ощущение, что это вскрылся оригинальный цвет кожи. Что бы я сказала, на своем усмотрении, что это сейчас бренда? Ну, я пропагандирую естественную красоту. Думала, все пошла? Да. Ну, нет, не совсем. Ухоженную, естественную красоту, все-таки, которая сохраняет индивидуальность. Вот. Чтобы каждая девушка равнялась только на себя, а не на некие такие образы. образы. Они к вам приходят, и вы на них смотрите, ой, да к вам ничего не нужно, вы и так красиво, и они уходят. Все верно, примерно так и получается. Чуть-чуть подчеркнуть, только природную красоту и все. Ну, с таким теперь красивым драконом надежда придется везде с это уходить, с собой везде брать на все встречи. О, да, 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 мы не против, мы не против. За новые знакомства, за новые проекты. А что еще удобно? О, через зам. Вот это красота. Данный трафарет и вот чертая настоящий рептилоид. Можно работать даже на волосах, на ткани и так далее. Так, Сандричка, нам остался маленечко, чуть-чуть элемент. ой, я... Ничего страшного, оно сейчас дополнится. исправлю. Мадемуазель дракон, вам сегодня надо, мне кажется, просто обязательно какую-то вечеринку посетить. Драконию? Где у нас драконию вечеринки, да? И теперь мы перейдем к тому, что просто аккуратненько поверх данного грима уже стерилизованного добавим блесточки. Куда мы без новогоднего настроения, да? А блесточки куда? А вот туда же? Что за блесточки и где их взять? Если у нас вот такой вот цепучий вариант, я думаю, вот такой вариант мы встречали, в принципе, да? Особенно, если у нас дети занимаются танцами и так далее. Но мне нужен такой более пластичный вариант, чтобы нанести и оставить на лице. И вот раньше мы всегда смешивали два компонента. Сухие блестки и это либо гель для волос, либо какая-то сыворотка, то сейчас индустрия бьюти не стоит на месте и облегчает каждый раз работу мастера. Поэтому уже есть готовый вариант вот таких вот красивых блесток. уже на такой гелевой текстуре, который я просто через шпатель буду наносить и добавлять вот эту вот чешую. Сейчас вот Сандра повернется к вам, дорогие наши ведущие. Посмотрите, как будет выглядеть. Очень хорошо выглядит. Очень хорошо. А вы ремонтами занимаетесь? Вы так хорошо, классно орудуете шпателем? Только если не в реставрации. Мы дополняем наш образ. Но я сейчас покажу еще некоторые моменты, на которые стоит обратить внимание. И да, так можно делать. Я сейчас этими же блестками буду проходиться вот по вот этим вот косам, которые имитируют также драконий орнамент. и аккуратненько добавляя изюминку для нашего образа, я выкладываю такие чешуи. Очень красиво. праздничный образ можно дополнить, оформить, особенно новогодний вечер, да, то, что как раз-таки имитирует чешуи. Ну, вообще, я бы назвал образ «Ла-бомба». «Ла-бомба». Да, имеет разрывной эффект в районе Иркутской области, вот так вот. Так. Это очень красиво. Очень красиво. Сандра, модель, пожалуйста, дракон. Ага. И также я на свое усмотрение смотрю, где можно еще добавить данную. Ну, в принципе, у нас уже готово. Это безумие какое-то. все готово. И чуть-чуть то, что обещала, вот покажу, как мы выполняем такую вот красивую, новогоднюю, помаду. Мы берем сухие блестки. Так. На какую-либо поверхность берем любой блеск, желательно прозрачный. Смешиваем с... я вот смешивать не буду, но я сделаю как. Я увлажню верхнюю губу. Я увлажню верхнюю губу. И вот теперь на эту клейкую основу, который создал блеск, я этой же кисточкой аккуратненько в блестки погружаю и таким же образом переношу, притаптывая блестки к губе. Не торопимся, чтобы у нас не было лишних сухих облетаний блесток. И вот таким вот образом по всему контуру и далее по всей полноте губ мы проходимся. и здесь у дракона можно оставить только верхнюю губу, а для наших милых дам можно полностью. Сандра, как вы себя ощущаете? Великолепно. Потрясающе. Выглядите так же. Великолепно. Для такого красивого образа все, что необходимо, все, что находится на этом столике, ну и, конечно же, руки надежды. Поэтому надежда только на вас. на вас. Как говорится, вся Россия на вас надеется. Спасибо, что украсили нашу студию. Спасибо, что нашли время и пришли к нам. Да. И создали такое новогоднее, такое праздничное, такое красивое настроение. Всего хорошего. До свидания. Приходите к нам еще. Спасибо большое за приглашение. Ну и, конечно, я хочу пожелать, чтобы в каждой жизни всегда оставалось место для творчества и для красоты. Благодарим. Спасибо. До свидания. До свидания. Сколько красоты, грации. Мне так все понравилось, что мне не хватило. Не хватило что? Красоты. Хочу. Или акварели на лице? Нет. Какая же ты ненасытная. Это не акварель. А что это? Я не знаю точно, но это не акварель. Ну, ладно. Самое главное, что красиво на человека смотрится. В общем, с удовольствием передаем слово нашей мастерице Елене Лобановой. Чуть-чуть красоты. Да-да-да. И сегодня вы, если внимательно будете смотреть ее замечательную красивую рубрику, вы сможете сделать себе настоящую маску. Еще потом надеть ее куда-нибудь на корпоратив или на празднование Нового года. Ну, давайте посмотрим. Здравствуйте. С вами красота в мелочах. Совсем близко уже наш Новый год. И я хочу показать, как можно сделать красивую оригинальную маску своими руками, при этом не затрачивая много времени и средств. Приступим. Для этого нам понадобится фоамин двух цветов. Такой небольшой и не сильно плотный. То есть 1-2 мм достаточно. Бусины на ленте, перья, ленточки, лист бумаги, из которого мы будем делать выкройку. Прорисовываем будущую нашу маску. Ну, как бы это не сложно, не трудно. Фасон можно делать любой. Ну, вот как-то я так увидела, как хочу сделать. Имейте в виду, где вот у нас будет переноситься не сильно большой разъем, чтобы хорошо на носу это смотрелось. Ну, вот, наверное, и все. Берем ножницы, отрезаем лишнюю бумагу, чтобы она нам не мешала, и вырезаем нашу будущую маску. Вот так. Последний штрижочек и наша маска с вами в бумажном варианте готова. Берем синий лист фоамина, переворачиваем, накладываем нашу масочку, ну, желательно так по краям, чтобы вы могли, если что, еще сделать при желании и как-то использовать материал в дальнейшем для других каких-то изделий. И начинаем обводить по контуру. Убираем нашу маску в бумажном варианте. И можно увидеть, как она у нас по контуру прорисована. Берем ножницы и вырезаем здесь. Ну, вот, посмотрите, какая у нас красота с вами уже практически есть. Берем с вами второй фоамин другого цвета. Вырезаем небольшую полосочку и делаем наши будущие декоративные еще украшения. Нам нужно с вами, так скажем, 8 штук. Лепесточки готовы. Берем с вами перышки. У меня тоже есть такие заготовленные. Можно их подуть, вспушить немножко с изнаночной стороны. Наносим клей. и делаем к нашей маске по центру. Перышки еще имеют свое определенное направление. Посмотрите, как красиво будет лежать, так их и выкладывайте. Ну, вот, я думаю, что перех нам достаточно. Легли они очень красиво, можете видеть. Делаем дальнейшие манипуляции. Наносим тоже на поверхность. Все это делается легко, быстро. Материал очень хороший, податливый. То есть, если у вас немножко на руки попадает клей, повторюсь, это не страшно. В дальнейшем мы его с вами очистим. Уже нравится. Я хочу еще немножко сделать обрамление по краешку глаз. Ну, чтобы они тоже были украшены. Также вот начинаем делать немножечко горячим клеем. Мы с вами также наносим клей и продолжаем приклеивать. Берем также и повторяем то же самое уже с другим глазом. Теперь нашу ленточку мы делаем по верхнему краю. Скорее всего, я также переверну, чтобы мне было удобно. Делаем так, чтобы было подручно и удобно. Перышки, чтобы нас не попадали немножечко мы их сюда отодвигаем на время. Ну вот, можете посмотреть, какая красота у нас с вами получается. Вот эти вот элементы еще потом подзвинуть и почистить можно будет. Берем ленточку. Она уже у меня заранее подготовленная. Краешки можно опалить. Продеваем. Чуточку побольше вымерим. вот так. И то же самое мы проделываем с вами с другой стороны. Делаем аккуратную завязку, чтобы наша ленточка никуда не могла выдвинуться или просто вытянуться. Вот так, в преддверии нового года, в ожидании чудес и красоты наша с вами волшебная маска готова. С вами была Красота в мелочах. новогодние праздники. Ну и несколько лайфхаков на новогодние праздники. Будьте аккуратны с напитками разного рода и разных сортов. И самое главное кушайте, кушайте и еще раз кушайте. Игорь, с твоими чудесными лайфхаками я поправлюсь килограмм эдак на 8-10, а может и на 80 за новогодние праздники. Ну, что ты, я же говорил, ты ненасытная. Так, и кстати говоря, у нас же сегодня именинник Михаил Боярский, у него есть тоже, что по этому поводу добавить. Парочка цитат. Вот женщинам сложнее. Они же все толстые. Если они просят курить, они вообще лопнут просто. Прости, но это сказал Боярский. Я продолжила тему. Так. Помогает войти в образ не рюмочка другая, а женщина. Да-да, именно женщина. Так. И еще. Наши репетиции так затянулись, так затянулись и так глубоко мы копали наши образы, что пришлось жениться. Такой вот оригинал этот Михаил Боярский. Очень серьезно. На этой оптимистической ноте хотим вам сказать и пожелать копайте долго, хорошо, пока не накопаете золото своей жизни. Это такой философский совет. Как красиво. Удачного вам дня, хорошего настроения, берегите себя и самое главное смотрите гороскоп, который начнется буквально через некоторое мгновение. И включайте нас завтра. Пока-пока. До свидания. Гороскоп на 26 декабря Овен День полный интересных событий. Придется принимать важные решения, искать ответы на сложные вопросы. Телец Возможны перемены в профессиональной жизни. Проследите за событиями, предложениями, поступающие в этот день информацией. Близнецы Подходящее время для общения с близкими людьми, встреч в неформальной обстановке, поездок и отдыха в компании друзей и родственников. Рак Часть времени уделите домашним делам. Занимайтесь нововведениями, перестановками в доме, изменениями в дизайне. Лев Вы смотрите на жизнь с оптимизмом, поэтому найдете массу поводов для радости, даже если не все будет складываться так, как хотелось бы. Дело Этот день очень благоприятен для общения. Особенно хорошо вы поладите с противоположным полом, они станут верными помощниками, хорошими союзниками. Весы Многое в этот день будет сопровождаться неудовлетворенностью. Подумайте, как использовать ситуации себе на пользу и действуйте в рамках целесообразности. Скорпион Стоит быть осторожнее с деньгами, поскольку финансовая ситуация будет складываться не самое благоприятное. Возможно, неоправданные расходы, потери. Стрелец Тщательно выбирайте союзников. Люди, вместе с которыми вы возьметесь за новое дело, могут сыграть важную роль в вашей жизни. Козерог Вы будете настроены очень оптимистично, поэтому наверняка добьетесь своего, как бы не складывались обстоятельства. Водолей Хорошо заниматься чем-то новым, менять привычки, нарушать наскучивший ход событий. Не обязательно сразу делать решительные шаги, можно начать с мелочей. Рыбы Деловые переговоры пройдут успешно, если вы сохраните спокойствие и будете отстаивать свою точку зрения твердо, но без лишних эмоций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова